Сезон дождей с доставкой на дом. В доме 5 на улице Аникеева протекает крыша. Ручьи бегут по стенам, а кирпичи вываливаются наружу. Обследовать двухэтажку обещали сотрудники муниципальной милиции. Вот отсюда начинают. Потом вот тут начинают. Тут вот чашку подставляют. Чашка, кастрюля и даже жестяная ванна. Все это Галина Ивановна хранит не на кухне и кладовке, а прямо на полу. Разные емкости вручают хозяйку, когда погода в доме изрядно портится. Если на улице льёт дождь, значит и дома жди потопа и сырости. Открываю, я дерь прихожу. Прямо мне, знаете, как парная, как баня. Открываешь парную, так у меня в квартире. В соседних квартирах, говорят жильцы, ситуация похожа. Жить в интерьерах бани их заставляет прохудившаяся крыша. Кровлю начали ремонтировать год назад, но тогда подрядчик выполнил лишь десятую часть всех работ. В связи с погодными условиями, невозможностью проведения работ, то есть вскрывания крыши, так как снег выпал рано, эти работы перенесены на 15-й год. В 15-м году крыша на этом доме будет сделана по тому же 185-му закону по переносу с 14-го на 15-й год. Пока собственники находятся в ожидании, и оно по понятным причинам вызывает много вопросов. За разъяснениями и помощью соседи обратились в управление муниципальной милиции. Мы инициировали внеплановую проверку в рамках осуществления муниципального жилищного контроля. То есть мы проверим организацию, с которой у данных собственников заключен договор на обслуживание дома. Проверим все документы, сколько денежных средств на этом доме. И попробуем помочь собственникам уже через эту проверку. Проверка покажет, есть ли в работе управляющей организации нарушения. И если муниципальная милиция их выявит, то делом займется жилищная инспекция. Между тем, представители регионального оператора заверили, ремонт кровли на этом доме все же закончат к лету. Продолжение следует...